Привет всем любителям физики и физического эксперимента, с вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим о том, что такое электрический ток, как определяется его направление и как можно измерить его величину. И вот мы начнем с опыта. У нас тут собрана установка, которая состоит из вот этого стаканчика с раствором поваренной соли, в которой опущены два провода, они подведены снизу к пробиркам, которые тоже заполнены раствором соли. Дальше у меня стоит галогенная лампочка, здесь достаточно мощная катушка с толстым медным проводом, а перед ней я положу вот этот компас. И сейчас стрелка компаса направлена поперек катушки. А теперь я включаю источник питания и лампочка у нас ярко вспыхивает. Стрелка компаса отклоняется и теперь она смотрит вдоль катушки, а не поперек, как она смотрела раньше. Ну а здесь в одной из пробирок активно выделяется какой-то газ, и этот газ постепенно накапливается наверху пробирки. А теперь я меняю провода местами в источнике, включаю его и конечно лампочка опять загорелась. Стрелка компаса теперь смотрит в другом направлении, в противоположном, а здесь газ накапливается активно уже в другой пробирке. И это означает, что у электрического тока есть направление. И когда я поменял провода местами у источника, то направление тока тоже поменялось. И вот мы пронаблюдали в наших опытах химическое, тепловое и магнитное действие тока. Химическое действие тока состояло в том, что у нас при прохождении тока через раствор соли выделялся какой-то газ. Тепловое действие проявлялось в нагреве спирали лампочки, в чем настолько сильном, что она ярко светилась. И магнитное действие проявлялось в том, что стрелка компаса отклонялась под действием тока, протекающего в катушке. И еще мы видели, что тепловое действие тока не зависело от того, как именно мы включали источник. А вот химическое действие и магнитное зависели. Так что у нас газ выделялся в другой пробирке, и стрелка компаса отклонялась в противоположную сторону. И здесь хочется задать вопрос, так в каком же направлении протекал электрический ток при двух разных подключениях источника. И тут нам надо обратиться к истории. В начале 19 века, когда появились первые источники постоянного электрического тока, было уже хорошо известно, что существуют заряды двух разных видов. И в классическом опыте брали кусок смолы, кусок стекла, терли друг от друга, а когда разводили, то говорили, что на стекле при этом образовался положительный заряд, а на смоле отрицательный. Но понятно, что это было условным соглашением. И заряды можно было назвать с точностью до наоборот. И если мы возьмем какой-нибудь источник постоянного тока, ну например вот эту батарейку, то один ее полюс заряжен положительно, а другой отрицательно. А если мы замкнем эти полюса, то по цепи потечет электрический ток. И также по договоренности стали считать, что ток течет от плюса к минусу. Но при этом люди еще не знали и никаким способом не могли узнать, какие именно заряды являются носителями электрического тока. То ли это положительные заряды движутся от плюса к минусу, то ли отрицательные заряды движутся от минуса к плюсу. А может быть это заряды обоих видов движутся навстречу друг другу. И только в самом конце девятнадцатого века, когда уже были изобретены динамомашина, трансформатор, телефон, физики обнаружили, что в металлах носителями электрического тока являются отрицательно заряженные частицы, электроны. И тем не менее, хотя электроны движутся от минуса к плюсу, электрический ток продолжают считать текущим от плюса к минусу. И некоторые люди в этом месте говорят, ну как же так, ведь по определению электрический ток это направленное движение заряженных частиц. Ну и раз у нас в металлах электроны движутся от минуса к плюсу. Ну так давайте и считать за направление тока направление движения электронов и говорить, что электрический ток течет от минуса к плюсу. Ну а еще лучше переименовать вообще все заряды, считать те, которые были отрицательными, теперь считать положительными. И все обозначения клемм приборов постоянного тока поменять плюсы на минусы, минусы на плюсы. Ну и в этом месте у меня есть несколько возражений. Первое, которое приходит в голову, что такое переименование это дело довольно хлопотное, которое в том числе подразумевает переписывание учебников, ну и изменения во всем мире электротехники. Но это возражение не является принципиальным. Гораздо важнее другое. А принципиальное возражение состоит в том, что у нас есть заряды двух видов. И это не устранимо. И давайте теперь рассмотрим электрический ток не в металлах, а в растворе поваренной соли, как в нашем опыте с пробирками. Поваренная соль натрий-хлор в растворе разделяется на ионы натрия положительно заряженные, ионы хлора отрицательно заряженные. Ну и отрицательно заряженные ионы хлора движутся от минуса к плюсу, но при этом положительно заряженные ионы натрия движутся в противоположном направлении, от плюса к минусу. И вот у нас заряды движутся в двух противоположных направлениях, но ведь ток течет в одном направлении, и нам нужно его каким-то образом выбрать. И если мы будем считать, что ток течет от минуса к плюсу, то окажется, что положительно заряженные ионы натрия движутся в противоположном направлении, и у нас не будет согласования движения зарядов с направлением тока. И поэтому есть смысл считать, что ток течет по-прежнему от плюса к минусу, и ничего не менять в определении. И еще один пример. В ускорителе элементарных частиц летят навстречу друг другу пучок отрицательно заряженных электронов и пучок положительно заряженных позитронов. Частицы движутся в противоположных направлениях, а направление электрического тока для обоих пучков следует считать одинаковым. Например, потому что стрелка компаса вблизи каждого из пучков будет отклоняться в одну и ту же сторону. О направлении электрического тока мы поговорили, а теперь обсудим еще одно важное свойство тока. Если цепь расходится на две ветви, то сумма токов в обеих ветвях будет равна полному току в этой цепи. В этой цепи в одну ветвь включена галогеновая лампа, а в другую ветвь катушка с медным проводом. Ток в каждой из ветвей измеряет свой амперметр, а третий амперметр измеряет полный ток в цепи. Включаю источник, и один амперметр показывает 2 ампера, второй 0,7 ампера, а полный ток равен их сумме 2,7 ампера. Я говорил, что по цепи протекает ток 2 ампера, но в традиции положено говорить, что сила тока в цепи была равна 2 амперам. Сила тока – это количественная характеристика тока, и она показывает, какой заряд протекает по цепи в единицу времени. Ну и если за одну секунду в цепи протекает заряд 1 кулон, то говорят, что сила тока в цепи равна 1 амперу. А измеряется сила тока по различным эффектам, которые производит этот ток. Можно измерять силу тока по его тепловому эффекту, но для этого нужно измерить количество выделившегося тепла, что, вообще говоря, не очень удобно, но возможно. Можно измерять силу тока по химическому действию. Для этого нужно измерить массу вещества, выделившемуся на электродах. И эта масса вещества будет пропорционально протекшему по цепи заряду. Ну а в наших опытах мы использовали амперметры, которые основаны на магнитном действии тока. И определение 1 ампера, основанное на магнитных измерениях, звучит так. Ампер, сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную 2 на 10 минус 7 ньютона. И когда я учился в школе, вот такое определение 1 ампера вызывало во мне смешанное чувство изумления и недоумения. Ну во-первых, почему там речь идет о бесконечно длинных проводниках, да еще расположенных на расстоянии 1 метр в вакууме. Это что же, они в такую огромную трубу должны быть помещены? Ну ладно, допустим, что это чистая теория, но почему в этом определении встречается еще такое странное число 2 на 10 минус 7 степени ньютона? И вот оказывается, что число 10 минус 7 появилось из-за того, что сначала определение ампера давалось в системе SGS, то есть сантиметр грамм секунда. Ну и потом это определение перекочевало в систему СИ, сантиметры заменились на метры, граммы на килограммы, и появился вот такой множитель. Ну а двойка здесь – это отношение площади сферы с единичным радиусом к длине ее экватора. А почему здесь появляется это отношение, мы расскажем в другом ролике. Но в 2018 году определения изменились, и теперь величина элементарного заряда принимается равной в точности вот этой величине, то есть заряд электронов и заряд протонов вот такой. А один кулон можно найти, поделив единицу на величину этого заряда. И тогда один ампер равен шести с лишним квинтиллионов элементарных зарядов, протекающих в одну секунду. Но и при этом величина одного ампера сама по себе не изменилась. В этом ролике мы говорили о постоянном токе, хотя на практике чаще используют переменный ток. И о нем у нас снято несколько роликов. Ну а вопросы и комментарии к этому ролику вы можете писать внизу. И спасибо вам за внимание!